Всем привет! Добро пожаловать в новое видео, оно будет о зимнем уходе. Наконец-то! Спасибо, мне очень приятно, что вы запрашивали такой ролик. Я ценю ваше доверие и сегодня будет полноценное видео от и до. На легкую прогулку не рассчитывайте, потому что будем детально все разжевывать. Давайте поскорее начнем. Я бы очень хотела, чтобы у вас в первую очередь был осознанный подход к вашему уходу. А не просто мазать лишь бы что и потом говорить, что это на вас не сработало. Именно поэтому крайне важно определить тип вашей кожи. Я сейчас не буду затрагивать тему питания, образа жизни. Это чуть отдельно, но тоже имеет значение и, конечно же, влияние на общее состояние вашего организма и вследствие вашей кожи, не только на лице, но и в целом. Сегодня я хотела бы говорить конкретно об уходе. Так вот, я повторюсь, я много раз на этом акцентировала внимание, что, во-первых, вам нужно смыть косметику, ничего не наносить и посмотреть, в каком состоянии ваша кожа. Есть ли сухость, есть ли расширенные поры. Оценить общее состояние и что вас беспокоит. Также пересмотрите свой уход. И прежде чем приобретать что-то новое, посмотрите и проанализируйте, как реагирует ваша кожа. Например, на питательный крем или же вам достаточно увлажнения в холодное время года. И, конечно же, если у вас кожа нормальная, вам просто хотелось бы поддерживать ее в хорошем состоянии, то я вас поздравляю, вы вытянули счастливый лотерейный билет в уходе за кожей. У меня, к сожалению, все не так. И если говорить обо мне, то долгое время я думала, что у меня просто сухая кожа, и я не понимала, от чего вообще появляются прыщи. Я наблюдала за собой, и спустя какое-то время я пришла к тому, что у меня кожа комбинированная. Мне скоро исполнится 35 лет. У меня сухость в основном по периферии, по центру у меня есть расширенные поры. И также они очень быстро забиваются. То есть мне нужно уделять внимание тому, какой крем я выбираю, какая-то текстура. И какой состав. Также я наблюдаю у себя первые признаки старения. Да, это не критично, это не сильно заметно, это не глубокие морщины, но они все же есть. Это и заломы на лбу, и носогубка. Это не ярко выраженное, но нужно быть объективными. С годами мы не молодеем, и после 30 лет, даже, наверное, после 25, процесс обновления клеток и нашего организма замедляется, выработка коллагена, эластина и так далее. Поэтому, да, антиэйдж тоже приветствуется, но у меня это такой комплексный уход, который помогает мне и бороться с прыщами, и с сухостью, и с расширенными упорами, с их забиванием. Ну, в общем, начнем мы, пожалуй, с вами с очищения, потому что это один из самых главных этапов в нашем уходе за кожей. Я скажу сразу, что баночек будет много, но не потому, что я всем этим пользуюсь одновременно. Во-первых, блогинг – это часть моей работы, я многое тестирую для своих зрителей, а вам, как потребителям, как покупателям, достаточно всего одной, ну максимум двух единиц в каких-то категориях, и это все. Скупать бездумно такое количество не имеет никакого смысла, мало того, вы можете сделать себе только хуже. Вступление было очень долгим, простите, но я правда хочу, чтобы это видео было для вас полезным, информативным, и буду благодарна вам за пальчик вверх. Если вы смотрите меня не впервые, то наверняка знаете, что я всегда отдаю предпочтение более щадящему очищению кожи, которая не нарушает наш защитный барьер, не вызывает ощущения стянутости, сухости, не раздражает кожу. Но в холодное время года это критично, это обязательно. И я консультировалась и с дерматологом, и с косметологами, даже можно сказать, потому что у меня были периоды, когда кожа была настолько проблемной. И, в общем, я пришла к выводу, что мне на каждый день подходят какие-то нежные очищающие средства, и только раз в неделю я использую что-то более такое мощное, назовем это так. Из деликатных средств у меня есть две баночки на каждый день, и только по той причине, что одна из них стоит в душевых кабине, а вторая на раковине, мне лень это все переносить. Но, опять же, достаточно всего одного средства. Первая – это пенка с церамидами от Холика Холика, линейка Гуд Цера. Мне вообще подходил и крем, и также что-то еще у меня было для чувствительной кожи, для той, которая краснее, для суховатой. В качестве повседневного ухода отличная вещь. Сначала она показалась мне недостаточно плотной по сравнению с другими, которые у меня были. Но я хочу вам сказать, что именно с очищением кожи она справляется отменно. Если вам нравится очищение Дескриппа, то это не тот вариант. Она супер такая воздушная, она хорошо убирает остатки нашего ухода после ночи, или, например, в качестве второго этапа очищения кожи от макияжа или в конце дня, когда хочется смыть и пыль, и грязь, и SPF и так далее. Но самостоятельно макияж она не смоет. То есть нужно добавлять или мицеллярку, или, например, гидрофильное масло. В качестве замены этой пенки могу посоветовать еще несколько. Одна из моих самых любимых пенок, которую я обязательно буду повторять, от корейского бренда Etude House. Она недорогая, она чуть более плотная по консистенции, но выполняет все то же самое и, возможно, даже чуть лучше очищает, но при этом не будет пересушивать кожу. Вот все то, что я говорила, это можно применить каждому средству, которое я буду сейчас упоминать. Классная, но она у меня закончилась. Здесь еще вроде что-то есть, но уже, к сожалению, не выдавливается. Найхерб есть классный бренд, называется Andalou Naturals, и у них такая пенка с кокосовой водой. Вот она тоже из такой категории. Это мои самые любимые именно пенки. Наверняка знакомое средство тем, кто смотрит меня не впервые. Я покупаю его, наверное, уже в сотый раз. Это один из лучших люксовых представителей для очищения кожи. Такого, как нравится мне и щадящего для нашей кожи, особенно в холодное время года. Это гель от бренда Eisenberg. Он без парфюмерной отдушки, он просто пахнет какой-то косметикой. Он не особо пенится, но его на очень долго хватает. Он делает все то, что должен. Из более доступной категории, конечно же, это очищающие средства от СРВ. Это самое лучшее в соотношении цены, качества, действия, расхода и всего того, что можно сказать об очищении. Мало того, у них есть разные типы средств для разных типов кожи. Это разные текстуры, это немножечко разные действия. Вы просто выбираете то, что подходит вам и нравится. У меня были практически все. Сейчас у них вышла новинка, которую я заметила уже после того, как купила себе новый уход. Но, конечно же, я когда-то вернусь из-за ней, потому что это один из моих любимых брендов очищения. Все они содержат комплекс церамидов, необходимых нашей коже, без отдушек и еще и с активными компонентами. Конкретно моему типу кожи подходит увлажняющий, очищающий гель, также увлажняющая крем-пенка и вот это увлажняющее, пенящиеся масло. Мне кажется, я сейчас начну заговариваться. Если у вас комбинированная кожа, склонная к жирности, то у них есть просто чудесное средство, которое я часто использую в теплое время года. Это такой универсальный пенящийся гель, но тоже без отдушек. Каждое утро очищение это святое, даже когда вам кажется, что удалять нечего, я же не красилась на ночь, все равно во время сна выделяется себум, остается часть нашего ночного ухода и это обязательно нужно удалять. С этого начинается каждое мое утро. С вечером все чуть сложнее, если вы краситесь, если на вас есть хоть какой-то макияж, то может быть консилер, корректор, тональный крем, BB или все вышеперечисленное. Если вы не наносите боевой раскрас, то можете брать ту же пенку, что и утром, или гель, и на этом все. Я как-то убирала гидрофильное масло из своего ухода, потому что ситуация того требовала, как мне казалось, но все же это самое эффективное очищающее средство от макияжа. Особенно если вы используете жидкие текстуры, не минеральную пудру, не пудру саму по себе, гидрофильное масло работает таким образом, что жир притягивает жир. И зачастую туда добавлены разные эмульгирующие ингредиенты, которые помогают все это еще и смыть, а не просто остаться лежать на нашей коже жирной пленкой. Я знаю, что есть люди, которые используют только гидрофильное масло и все, но мне этого недостаточно, и я хочу быть уверена в том, что все точно смыто, поэтому после гидрофилки у меня всегда еще идет гель или пенка для умывания. С гидрофильным маслом у меня сейчас небольшая беда, потому что я купила то, которое мне не сильно нравится, и я прям заставляю себя им пользоваться. Это бренд PUNKANYUL, и это суперстранное гидрофильное масло, оно подойдет только тем, у кого минимальный макияж, нет BB-крема или тонального, или плотного корректора на лице, потому что оно не слишком хорошо удаляет макияж. Прям вот я умываюсь, оно не дает мне достаточно эмульсии вот этой, и также оно прям оставляет куски тонального крема на лице. Со мной такое впервые. Есть те гидрофильные масла, которые, ну вообще, прям все растворят, даже суперстойкую помаду или сверхфиксирующий гель для бровей, тушь. С вот этим что-то не то. Я не могу вам советовать его от всей души. Нет, если прям сильно хочется попробовать, я не знаю, по-моему, оно вам не надо, потому что есть более работающие. И хочу вам сказать, что я перепробовала много гидрофильных масел, и я пришла к выводу, что мне больше всего нравятся и подходят щербеты для очищения кожи. И особенно в холодное время года, те, которые смягчают кожу и увлажняют, но при этом не оставляют жирного какого-то налета на лице. Это может быть I'm From или Beauty of Josen, или же Vanilla & Co, но у меня была классическая версия, и она дает меньше этого увлажнения и смягчения кожи. Так что вечером гидрофильное масло, гель для умывания, и на этом мы готовы к самому интересному, то есть к тоникам, к сывороткам и кремам. Я упомянула, что я один раз в неделю использую более мощное очищение кожи. Я не могу сказать, что это надо всем. Это совет моего косметолога, и пока что я внедряю это в свой уход, и воспалений стало меньше. Но мне кажется, что это больше заслуга ретинола и правильно подобранных последующих средств. Если же вы ищете супер сильно очищающие пенки, то это может быть Pyunkan Yul, вот такая для проблемной кожи. Но она не сильно меня радует, потому что она и сжет глаза, то есть это чисто для лица. После демакияжа, когда уже убрали всю тушь, или Estee Lauder у них есть такое средство, или Benton. Это вот то, что приходит мне на ум в первую очередь, но я постараюсь для вас сделать такую подборку того, что было у меня, что нравилось мне, и что я могла бы рекомендовать и своим подругам в реальной жизни, и моим виртуальным друзьям, то есть вам, которые сейчас смотрят мои видео. После очищения кожи, независимо от того, утро это или вечер, я наношу что-то увлажняющее, это может быть эссенция или тоник, но и сейчас я осторожна в выборе того, что я использую на кожу, потому что она чувствительная, я использую ретинол, витамин С, и мне не хочется, чтобы какие-то ингредиенты конфликтовали между собой, или нейтрализовали действия, например, сыворотки, поэтому я выбираю что-то просто увлажняющее. Сейчас я использую тоник от бренда Pixi, из линейки с коллагеном, он просто увлажняющий, без спецэффектов, это не отбеливание, ничего такого, он пахнет нежно, каким-то уходом, он моментально убирает чувство стянутости, вот, например, после этой очищающей пенки, я проверила, что действительно это так, но если правильно подобрать очищение, которое не будет травматичным для вашей кожи лица, шеи и декольте, то это просто будет как подготовительный этап для последующей сыворотки и крема, как своеобразный проводник. Если у вас просто дальше нет никаких активных ингредиентов, никаких активных сывороток, то вы можете взять и какую-то эссенцию, мне очень нравилась эссенция от бренда Misha, особенно для проблемной кожи, для увлажнения, для работы над защитным барьером, это была супер вещь, я покупала ее много раз, также в качестве увлажнения могу посоветовать линейку от Misha Super Aqua, она тоже такая нейтральная и будет делать, ну, приблизительно то же самое, что и вот этот тоник. Также от Pixi мне нравится тоник с розой, и это то, что я сейчас помню, если что-то еще придет на ум, то увидите в подборке и, конечно же, в описании в инфобоксе. Независимо от того, какую сыворотку я выбираю на утро или день, я использую один и тот же крем под глаза, и здесь у меня тоже есть несколько вариантов. И еще буду упоминать кое-что по ходу дела. В холодное время года я, конечно, отдаю предпочтение чему-то именно с питательными свойствами, потому что увлажнение это прекрасно, но все же нам нужна защита от мороза и ветра, поэтому нравится что-то такое жирненькое, но что-то, что не будет попадать в глаза, что-то, что хорошо напитает, восстановит область под глазами. Не знаю, как вы, а вот я замечаю, что с возрастом как-то область под глазами становится сушей. Даже консилер лежит совершенно по-другому, если кожи недостаточно увлажнения и питания. То, что, к сожалению, у меня закончилось, это крем под глаза от бренда Sunday Riley, но я еще планирую вскрыть упаковку, мне кажется, что там еще что-то может скрываться. Это очень классный крем под глаза, он питает в первую очередь, но это не единственное, на что он способен. Здесь в составе есть кофеин, то есть его здорово использовать утром, особенно когда есть какие-то припухлости, через полчаса, наверное, их становится меньше. И также в составе есть масло ши, масло какао, конский каштан, экстракт женьшеня, он обеспечивает такое осветляющее действие и экстракт арбуза, лютеин и много всего полезного. Мне нравятся составы косметики Sunday Riley, поэтому у меня сегодня вы увидите не единственное средство от них. И он еще имеет такую приятную консистенцию, которая тает под воздействием тепла пальцев. Он, с одной стороны, кажется не слишком плотным, но при этом он очень хорошо увлажняет. И здесь есть светоотражающие частички. И, во-первых, он дает визуальный эффект, то есть когда его наносишь, кожа моментально становится светлее. И хочется использовать менее плотный консилер под глаза, а иногда не использовать его вовсе. Нужен ли такой эффект на вечер? И я считаю, что это не мешает. И когда ты смываешь этот крем, это вот тот крем, который делает чуть больше. Я рассказывала вам об этом в густых баночках, что есть кремы, которые при длительном использовании без косметики, без этого же крема, все равно делают область под глазами как будто бодрее, свежее, и круги менее заметны. А я не могу сказать, что я начала спать больше или нервничать меньше. Но что остается фактом, у меня меньше круги под глазами, и я использую менее плотный консилер. При том, что я как бы не молодею. Это очень крутой крем, и увижу его по хорошей цене, как что-то, что я недавно повторила, обновила с витамином С. Обязательно его куплю. Он прям на 5 с плюсом. Мне очень понравился. Также могу вам посоветовать крем от бренда Айзенберг. Из линейки что-то там white было. Я вставлю вам картинку, как он выглядит. Это тоже крем, который дает и увлажнение, и питание. Он чуть менее питательный, чем вот этот. Все вот эти кремы хорошо ведут себя в качестве подготовления нашего лица для макияжа и для ночного ухода. Еще мне нравится крем от Pyunkan Yul. Он чуть менее питательный, я бы сказала, более увлажняющий, и по консистенции они все разные. По составу, конечно же, тоже, но при длительном использовании я вижу результат, и все из них готовы купить повторно. Сейчас у меня новинка в уходе. Ею я пользуюсь несколько недель. Это просто питательный, как они называют, крем-маска от польского бренда Cloche. Я как-то увидела тестер в аэропорту, мне понравилась консистенция, и я решила приобрести его. Я заказывала его на мейкапе, насколько я помню, на польском именно. Здесь довольно большой объем, 15 миллилитров, и он хорошо восстанавливает, он не жирный, и он не создает эффект пленки. Но сказать, что это прям нужно всем, и что его обязательно нужно доставать из-под земли, нет, увидите где-то, попробовать стоит, если вы ищете просто питание. Но есть варианты и побюджетнее. Например, это крем под глаза, тоже от польского бренда Nakomi. Он идет с органовым маслом, там тоже натуральный состав, и он мне очень нравится на холодное время года. Он был у меня не единожды, и в качестве такого антивозрастного крема под глаза могу советовать, но это будет просто увлажнение и защита, и антиэйдж. То есть эффекта осветления под глазами я не заметила, но это действительно хороший крем, который я могла бы, например, купить не только себе, но и своей маме. И иногда бывают такие особенности организма, когда питательный, именно питательный крем вызывает припухлости в области верхнего века или нижнего, и вы вынуждены искать что-то с мощным увлажнением. Из такой категории я могу посоветовать крем под глаза от бренда Pixi с коллагеном. Он, с одной стороны, гелевый, но этот гель не впитывается под ноль. Я иногда, когда бегу на тренировку, и знаю, что я там до машины, ну то есть из гаража приехала на парковку, потренировалась, чтобы мне ничего не заливалось там в глаза, и потом все равно я это буду смывать. Я начала его использовать, знаете, так, типа, а, посмотрим. Он очень хороший, правда. И я буду использовать его весной и летом, потому что у меня сейчас есть вот, как бы, питательный. Но, правда, если бы у меня не было ничего другого, я бы даже зиму с ним пережила. Еще мне нравится увлажняющий крем от Purita. Он есть и с легкой отдушкой, которая лично мне не мешала, и не раздражала мои чувствительные глаза. И есть вариант совсем без отдушки. Я покупала их на iHerb. Там такая большая упаковка, она долго хватает. Это вот из категории именно увлажняющих, ну таких конкретно, знаете, два вот этих точно достойные рекомендации. Ну и, конечно, самое интересное и эффективное это хиты моего осенне-зимнего ухода, хотя некоторыми средствами я начала пользоваться еще в конце лета, потому что я их знала, я знала, как внедрить их в свой уход, как правильно защищаться от солнца. Это ретинол и витамин С. И скажу сразу, что ретинол противопоказан тем, кто планирует беременность. Вам нужно исключить ретинол в любых проявлениях из своего ухода за полгода до того, как вы планируете забеременеть или начнете стараться. Также, если вы уже находитесь в положении или кормите грудью, вам ретинол использовать нельзя. Витамин С можно, и это является основой моего ухода. Уже длительное время это то, чем я продолжу пользоваться. Эти два активных компонента не конфликтуют между собой, их можно использовать одновременно, но если вы выбираете такие большие концентрации витамина С или определенную форму и ретинола, в том числе их лучше разводить на утро и вечер или по дням для того, чтобы у вас кожа не становилась чувствительной, для того, чтобы себе не навредить, потому что иногда, когда ты переборщишь, то у тебя начинают появляться высыпания, шелушения и еще какие-то непонятные реакции, потому что лучше ворак хорошего, как говорится. Вот. У меня разные формы витамина С и разные формы ретинола, и все это сразу использовать не надо. Вы просто выбираете то, что подходит конкретно вашему типу кожи. Это разные ценовые категории и разные составы, и я постараюсь более-менее внятно объяснить, что к чему. Начну с того, чем я пользовалась чуть раньше. К сожалению, выбросила пустую упаковку еще полноразмерной сыворотки с витамином С от бренда Art Naturals. Это сыворотка с витамином С и ретинол. Они стоят недорого. Я покупала их на iHerb. Они пользуются неимоверной популярностью, периодически можно отхватить с хорошей скидкой. Вообще будет практически даром. И нужно только успевать, потому что спрос на них, конечно, бешеный. Сыворотку с витамином С я использовала утром, после нанесения увлажняющего тоника. Здесь такая форма витамина С, содиомаскорбилфосфат, которая показана людям с проблемной кожей, кто борется с акне, и кто не нуждается в устранении пигментации. Это водорастворимая форма витамина С. И она продается в стекле, в таком темном. Конечно, это сыворотка, которая открывается, закрывается, но я не заметила, чтобы прошел процесс окисления, и чтобы она перестала работать даже в полноразмерном варианте. То есть до конца она прям отлично помогала как-то контролировать количество вот этих высыпаний. Также такая форма витамина С является хорошим антиоксидантом. Она стимулирует выработку коллагена. Это, несомненно, то, что вы не заметите с дня на день. То есть выработка коллагена – это такой процесс, который замедляется после 25-го года где-то в нашей жизни. Ну, у каждого разный организм, но в любом случае это не происходит вот так. И когда ты используешь типа что-то антиэйдж, это длительный процесс, и это скорее поддерживающий и нейтрализующий действия нашего питания, негативное именно нашего образа жизни, окружающей среды и стресса и всего-всего остального. То есть нужно понимать, что это скорее работа на будущее, нежели на что-то, что мы заметим в зеркале спустя несколько дней. Но однозначно кожа становится чище и свежее. И вот когда у меня было много высыпаний, эта штука меня хорошо спасала. И это такая не супер агрессивная сыворотка, которая будет пощипывать, покалывать в качестве такого ежедневного, особенно если проблемная кожа. Вот это средство могу вам советовать. Кстати, такой небольшой формат можно купить на пробу. Они тоже продаются на iHerb, и здесь достаточное количество для того, чтобы понять, оно подходит вам или нет. После этой сыворотки мы используем любой увлажняющий крем. Что касается сыворотки с ретинолом, ее я также наносила после увлажняющего тоника, только обязательно вечером. И важный момент. Ретинол мы не внедряем, вот знаете, каждый день начинаем активно вечером пользоваться, и на этом все утром витамин С прекрасно. Нет, мы делаем это постепенно для того, чтобы наша кожа привыкла, и чтобы не было высыпаний, шелушений, не появлялась сверхсильная чувствительность. И утром обязательно SPF, даже когда за окном пасмурно, когда кажется, что зимой какое там солнце. Нет, как минимум SPF 30 в пасмурный день, и даже лучше 50. Если у вас такой тип нежности, как у меня, то есть кожа, которая сама по себе не смуглая, которая быстро сгорает, SPF это прям святое, если вы начинаете использовать ретинол. Ретинол нужно вводить постепенно для того, чтобы не шокировать нашу кожу, даже в маленьких концентрациях. Если она у вас тонкая, если вы будете делать это впервые, мы внедряем ретинол в наш уход постепенно. Не наносим каждый вечер, а один раз в неделю смотрите все нормально, начинайте использовать раз в три дня. И я могу сказать, что эту сыворотку я могу использовать каждый день, при том, что у меня всегда есть какие-то активные ингредиенты в уходе, компоненты, поэтому у меня кожа уже привыкла к хардкору. Но это сыворотка из разряда действующих, но не таких, после которых у меня лично отпадает лицо. Нет. Но все же посмотрите на реакцию, на всякий случай. Не перебарщивайте, я вас умоляю. Что такое ретинол и зачем он нам нужен в косметике и в уходе? Я уже как-то подробно рассказывала, и не раз, но так в двух словах. Это на данный момент самый эффективный действие, которого доказано, проведено масса исследований на тему того, что ретинол способен работать с возрастной кожей, то есть его используют в качестве антиэйдж компонента в нашем уходе. Это что-то, что работает глубже. Это что-то, что действительно помогает улучшить выработку коллагена, эластина, что способно сгладить имеющиеся морщинки. И помимо этого, конкретно в моем случае, я заметила, что ретинол еще отменно проявляет себя на проблемной коже. Если есть какие-то высыпания от пигментации, это одна из самых классных вещей, которая со мной случалась от постакне. Если есть расширенные поры, он как будто их, так знаете, подсобирает. Ну и разглаживание, вообще обновление кожи происходит в случае правильно подобранной концентрации ретинола очень безболезненно, очень так плавно, постепенно. И ты смотришь, что кожа начинает сиять. Это по-другому, нежели работают кислоты. И мне кажется, что вот в случае этих средств с ретинолом, которые я сегодня буду показывать, у меня кожа меньше краснеет, она не шелушится, и она действительно излучает вот такое здоровое свечение. Мне ретинол очень нравится, и на один у меня, к сожалению, пошла реакция на самый дорогой. Вообще, это самая дорогая сыворотка, которая когда-либо у меня была. Вот такое приключилось. Но, видимо, это было слишком конкретно для меня. И сыворотка от Art Naturals еще интересна тем, что здесь в составе не только сам по себе ретинол, но здесь еще и антиоксиданты, очень много растительных экстрактов, вроде как есть масла. И иногда читаешь и не можешь поверить, что все это в одном флакончике. И масла, ну, маслянистого я ничего здесь не отметила. То есть это обычная сыворотка, такая чуть более густая, чем вода. Она впитывается под ноль, точно так же, как сыворотка с витамином С. Они не липкие, не знаю, ничего такого, знаете, после нанесения особо ты не ощущаешь. Но, опять же, вводим ретинол постепенно. Мне очень нравилась она. Я полезла читать отзывы. Есть те, кто ее обожает, есть те, которые писали не очень хорошие отзывы, то есть подействуют, да, но некоторым попадаются флакончики со странной отдушкой, с неприятной. Я вот читаю, побежала к своей, думаю, ну, нет, ну, чем-то таким чуть-чуть растительным пахнет, о чем идет речь. Я куплю себе еще одну, и потом скажу, как у меня было со второй. Но цена очень привлекательная. За такой состав, за такое действие, просто гениально. Конечно, есть классный ретинол у бренда Medicate. Это уже дорогое удовольствие. Еще мне нравится ретинол от SkinCeuticals. Это тоже уже профессиональная косметика. Вы выбираете концентрацию, которая подойдет вам. Если вы новичок в этом деле, то всегда выбирайте самую маленькую. Лучше приучите свою кожу, чем сразу бабахнуть. Вы облезете, вы возненавидите ретинол, ваша кожа будет молить о пощаде. Вы не будете знать, что с ней делать. Поэтому помните, больше не значит лучше в случае начальных этапов использования ретинола. И если вы никогда этим не пользовались. В случае этих двух сывороток и конкретно этих форм витамина С и ретинола, мы разводим их на утро и вечер. То есть утром витамин С после тоника, ретинол вечером тоже после тоника. И дальше крем. Еще из категории витамина С на утро и ретинола на вечер. Мне нравятся две сыворотки, точнее сыворотки в виде масла от бренда Sunday Riley. Давайте начнем с ночного масла под названием Luna, которое вы видели какое-то время тому назад в моем уходе. Это очень мягкая форма современного ретинола. И помимо того, что при длительном использовании а ретинол, опять же, это не что-то, что дает моментальный результат, особенно в случае таких неагрессивных форм и концентраций, вы заметите улучшение упругости, эластичности своей кожи, ну и, конечно же, рельеф выравнивается. Это, скажем так, двоюродный брат старого, доброго, проверенного ретинола, но это средство отменно подойдет новичкам, тем, кто не знает, что такое ретинол, с чем его едят, как восстанавливать свою кожу. Вы просто после увлажняющего тоника наносите вот это ночное масло. Оно, кстати, имеет синий оттенок, но оно абсолютно не влияет на чувствительность кожи. Достаточно нескольких капель. Это нежирное масло. Оно оставляет такой небольшой блеск, но это не жирное что-то, что хочется из себя смыть. И в холодное время года, и плюс, ну что это все-таки форма ретинола, да, вы получаете сразу восстановление за счет наличия масел и много разных полезностей для нашей кожи в составе уже одного средства. И мне нравится закрывать кремом еще масло, но хочу вам сказать, что случались дни, когда мне просто хотелось поскорее намазать на себя что-то и лечь спать. И я оставляла только это масло без ничего. И утром я просыпалась с напитанным лицом, с гладкой кожей. Очень классная штука. И сейчас, когда у меня более чувствительная кожа, которая непонятно реагирует на все, мне нравится использовать что-то проверенное и не что-то, ну такое, знаете, супер мощное, а скорее деликатное для поддерживания эффекта на протяжении всей зимы. Очень нравится. И, как видите, уже второй раз в моем уходе. Что касается масла с витамином С, тоже от Sunday Riley. Я его купила недавно в связи с тем, что я была под огромным впечатлением крема из той же линейки. И я решила использовать все в дуэте, чтобы ничего там не конфликтовало. Мало того, я более подробно и детально изучила состав. И здесь именно самая стабильная, самая современная и эффективная форма витамина С, которая не окисляется. То есть остается вот этот жирный хвост, который так важен для того, чтобы работать на эластичность, упругость нашей кожи, на антивозрастное действие. Также это мощнейший антиоксидант. Плюс мне вот четко заметно при использовании крема, где концентрация этой формы витамина С чуть ниже, что вот эта форма хорошо работает с пигментными пятнами. То есть выравнивается цвет лица, но при этом конкретно эта форма витамина С, происходная витамина С, является подходящей для чувствительной кожи. Она не вызывает покраснений, эти масла не забивают мне поры, и не шелушится ничего, не появляются прыщи, а для меня это критично. Я прямо в какой-то момент была настолько отчаянна, я потратила много денег на косметологов, и времени еще и к дерматологу ходила. В общем, я решила, что все, пора возвращаться к своей любимой косметике, и подробнее все изучать, а не мазать на себя, лишь бы что там, не вникать. Нет, это так не работает. К сожалению, так не получится. Также здесь есть другие натуральные масла, куркума и масло примулы вечерней. И вот при проблемной коже масло примулы вечерней, это тоже чудесная штука. Буду продолжать пользоваться, и в дуэте с кремом пока что мне нравится, что кожа напитанная, такая сияющая. Да, и эта форма витамина С работает как раз на сияние кожи, на антиэйдж. К сожалению, я не могу назвать никаких бюджетных аналогов жирорастворимой формы витамина С, по той причине, что сам по себе компонент является дорогим. Поэтому все средства, которые содержат вот эту форму витамина С, они дешевыми быть не могут. Но пока что я таких не встречала. Хотя вот эта сыворотка по сравнению со многими другими, еще, знаете, так нормально по цене. У меня была скидка в Сифору, поэтому я не жалуюсь. Это такой средний нормальный класс, не хайлюкс. После сыворотки с витамином С утром мы наносим увлажняющий крем. И в случае водорастворимой формы витамина С или жирорастворимой. Я вообще считаю, что масла обязательно нужно закрывать кремом, иначе они могут подсушивать кожу. Имейте это в виду. И это может быть любой увлажняющий или даже защитный крем. Все-таки лучше, наверное, хотя бы с небольшим питанием на холодное время года, который вы будете использовать как утром, так и вечером. Что-то, что не будет конфликтовать ни с витамином С, ни с ретинолом. А ретинол мы не можем совмещать с кислотами, пробиотики также будут умирать в случае использования с ретинолом. В общем, здесь нужно быть очень осторожным, чтобы у вас не получилась какая-то нейтрализация или, не дай бог, конфликт активных компонентов. Из супер увлажняющих, подходящих на холодное время года я могу назвать несколько представителей, например, корейского сегмента. Они еще и недорогие. Это Etude House линейка Сун Юнг или же Миша Супер Аква. Или вы можете выбрать что-то из аптечных брендов. Например, у La Roche-Posay есть очень классные увлажняющие линейки. Это Гиалубе 5, это Гидрофаз. Ну, в общем, просто почитайте состав, чтобы не было ничего, что может конфликтовать с витамином С и с ретинолом. Я на данный момент использую крем с витамином С от бренда от Сандэй Райли. Это такая же форма витамина С, как и в сыворотке. И он имеет невероятно приятный цитрусовый аромат. Здесь, кстати, концентрация витамина С 5%. И мне он нравится по текстуре. И это как раз питательный крем, но он хорошо впитывается и не оставляет кожу сухой. Мне кажется, что когда его наносишь, кожа настолько сияющая, она такая свежая. И он мне настолько понравился при длительном использовании. Действительно, постакне становились меньше, меньше каких-то проблем. И вот это питание, которое он дает, хоть в начале дня, хоть вот поверх сыворотки с ретинолом я его наносила, но это правда супер. У меня здесь остатки, и у меня не часто такое бывает, чтобы мне хотелось вот прям сию минуту купить и пользоваться до конца сезона. Но встретила в Сифоре, взяла новую упаковку. Это богатый крем, который подойдет и чувствительной коже, и поработает над качеством вашего лица. И я хочу, чтобы это богатство доставалось еще и области декольте, и шеи. Я мажусь им с преогромным удовольствием, потому что он работает, и косметика на него хорошо наносится, любой тональный крем, и кожа с ним настолько комфортна. Но еще и когда более подробно почитала о составе, он меня еще больше порадовал. Так что я решила инвестировать в свой уход. Как видите, купила еще и сыворотку с витамином С, вот из одной линейки. И вот этот же крем я наношу поверх масла Луна. Нет никакого раздражения. И утром меня радует мое отражение в зеркале. Если вы ищете что-то с витамином С, вот чтобы взять и сыворотку, и крем, например, чтобы это был питательный крем, не с такой же формой витамина С, но я помню, что хорошо выравнивал текстуру кожи и цвет, однородный оттенок лица становился. На iHerb есть не слишком дорогой крем и сыворотка от бренда Andalou Naturals. У меня был мини-набор, можете взять на пробу, например, тоже отменно. Ретинол, который оказался для меня слишком, хотя его здесь всего полпроцента, это бренд PCA. Я приобретала его у косметолога. И вот когда я выполняла какие-то процедуры, все было прекрасно. Когда я начала использовать его дома, даже один раз в неделю, все, у меня облизало лицо, оно было сухим, и мне еще посоветовали наносить его на какие-то воспаления. Да, ретинол еще и подлечивает что-то, что уже появилось, или вы себе там надавили. И у меня прям образовывалась корочка, и долго это все не проходило, и потом снова появлялась в том же месте. Это была бесконечная история. И у меня была куча таких, вот знаете, прям прыщиков. Ну, потому что кожа реагирует так на агрессивное действие ретинола, кричит, спаси меня, помоги, перестань это делать. Так что пока что с PCA я не подружилась. Самое дорогущее, что когда-либо я приобретала, пока что не зашло. Я к нему не приспособилась, так что буду пользоваться тем, что было раньше. Не поверите, но я сейчас не пользуюсь ничем эскисот. Если вам нельзя использовать ретинол, или вы не хотите, но вам нужно что-то для обновления кожи, для гладкой текстуры, для того, чтобы откупорить поры, чтобы они стали чище, несколько раз в неделю можно использовать вот такие пэды. Они очень крутые, от бренда SOM BY ME, с АХА и БХА кислотами. Они с одной стороны шершавые, со второй гладенькие. Проходитесь после умывания вот этим диском, пусть состав еще останется на какое-то время. Их здесь очень много штук. И потом, спустя полчаса, нанесите увлажняющий крем. А утром, например, витамин С, любой формы, и этого будет достаточно, если вдруг вы не готовы знакомиться с ретинолом. О сыворотках с кислотами сегодня, пожалуй, не будем. Я из-за чувствительности своей кожи, из-за общего состояния организма, я понимаю, что кислоты – это, ну, наверное, то, от чего мне приходится сейчас отказаться, в том числе от салициловой кислоты. И, вы знаете, высыпаний стало меньше. В общем, я сейчас не оборщу. Но все же кожу нужно отшелушивать хотя бы раз в неделю, потому что ретинол, он еще и обновляет кожу, и нужно убрать вот эти шелушинки и поработать над текстурой. В общем, я наношу вот такую маску. На самом деле, это типа как пилинг от бренда Топа. Это польская марка, она доступна на мейкапе, например, и в любом косметическом магазине, типа Росман, Хэбе, Суперфарм в Польше. Это линейка Себио. Здесь три энзима, и она немножко покалывает, когда ее наносишь, имеет консистенцию варенья. И спустя там пару минут это проходит, я выдерживаю где-то 8, смываю, и действительно лицо выглядит свежее. И на следующий день только обязательно уложните каким-то питательным кремом ваше лицо после этой масочки. Если у вас ее вдруг нет, то на Хэрбе можно заказать Андалуна Эйшфролс, такая фиолетовая, или же можно взять с гликолевой кислотой и с папаином она оранжевая. Вот это несколько вещей, которые мне помогают. Ну там время от времени я могу сделать какую-то увлажняющую маску. Если же я себе что-то наковыряла на лице, или появился какой-то прыщ, который я убрала, и его нужно подсушить, я сейчас вот вынуждена отказаться от салициловой кислоты, и я искала что-то для себя. На Хэрбе нашла мазь для проблемной кожи. Она серой, я взяла себе мини-формат, но его здесь так много, я не уверена, что это можно мазать на все лицо, девочки, не буду утверждать, но я наношу небольшое количество, даю впитаться, и правда прыщи уходят очень быстро, они заживают, подсушиваются, и нет вот этого красного пятна, которое выжигает. И поверх еще могу приклеить вот этот патч от Somby Me, и тогда припухлость убирается, и вообще даже скрыть, когда замазать не получится. Лучше не замазывать, а приклеить наклеечку, она такая чуть-чуть матовая, и ее не особо-то и заметно. SPF для лица я сейчас буду искать какой-то новый, потому что то, что я приобрела, мне совершенно не зашло. Сейчас доиспользую какой-то корейский, который у меня был, это SPF 50, он легкий, он не жирный, поверх моего ухода нормально ощущается, под макияж тоже окей, или же беру BB крем с высоким фактором защиты. Гонялась я все за тонирующим фильтром от Heimish SPF 50, здесь такая мощная защита, комбинация химических и физических фильтров, но по-моему физических здесь больше, он нежно-розовый, и господи боже мой, какая же я с ним белая, даже не розовая, он не подстраивается, я правда вот как бледная поганка. Так вот такая, честно, я так его вылавливала, ну не мое, разве что у вас супер светлая кожа, фарфоровая, и вы ищете что-то для дополнительного мотирования только в этом случае, но фильтры здесь хорошие, и я все же буду использовать сияющий от Heimish, это мне не подошло. Из процедур, которые я делала, я немного в этом году делала, но с меня, пожалуй, достаточно экспериментов, я, как мне кажется, не совсем удачно поставила ботокс в конце прошлой зимы, и я делала коррекцию, ну короче, это называлось baby botox, то есть должно было быть минимум блокировки мышц, должна была остаться мимика, и я просила, чтобы не было вот этого домика, в итоге я реально выглядела как злая ведьма, и я когда-то хотела бы еще раз сделать, возможно, у другого специалиста, но что-то пошло не так, почему-то у других мне нравится, а у меня это сработало, в первые дни мне очень нравился эффект, когда перестал морщиться лоб, но были подвижные брови, а в конечном итоге у меня полностью заблокировался лоб, поднимался вот этот домик, вот эта мышца работала, а еще вот здесь было сильное натяжение, здесь образовались складки, ну короче, это, у меня был такой вид злой тетки, знаете, которая пытается молодиться, ей богу, я смотрю на другие девочек, я знаю, у кого стоит ботокс, и у некоторых я это вижу, некоторые не признаются, но я тоже вижу, что вот эта шторка здесь появляется, и натяжение, такие морщинки, это заметно, и когда у меня стоял ботокс, чтобы поскорее от него избавиться, ну во-первых, я ставила его после ковида, поэтому он быстрее вышел, но я еще постоянно микротоками шуровала себе по лбу, чтобы это скорее прошло, и плюс, когда это первый раз, то он вроде как не держится долго, но в общем, у меня все отпустило быстро, и слава тебе, господи, я не могла на себя смотреть, и брови мне пришлось изменить по форме, сейчас я просто их себе так рисую, но тогда как будто они разъехались в сторону, ну короче, у меня поменялось сильно выражение лица, и мне кажется, что я выглядела совершенно как не я, не знаю, когда я решусь на это, но мне понравилось то, что культура мимики меняется, даже когда ботокс отпускают, то у тебя перестает шевелиться лоб, ты им лишний раз не дергаешь, потому что иногда сидишь там, в телефоне что-то делаешь, и вот так морщишь, зачем спрашиваться, незачем, также я проходила два курса, получается, дермапена, это когда, ну кожу специально там подготавливают, потом наносят, в моем случае это был крем увлажняющий, или сыворотка, что-то в этом духе, я снимала об этом подробный влог, в общем можете поинтересоваться, это очень крутая штука для увлажнения кожи, именно для глубокого, потому что проходится специальным таким аппаратом, в котором есть специальная одноразовая насадка, со множеством иголок, и делаются такие мелкие, мелкие проколы, и за счет этого уход проникает глубже, я была красной, наверное, сутки, ну не сильно прям, чтобы я не могла выйти в люди, но когда вот особенно кожа обновляется, спустя 28 дней, она такая сияющая, она такая отполированная, ну, мне понравилось, правда это нужно пережить, вот одни сутки, но быстро проходит, а, и еще девочки, я удаляла себе сосудистую сеточку на лице, в прошлом году, на фоне стресса, у меня вот здесь появилась небольшая, не супер красная, но все-таки сосудистая сеточка, это было заметно, и вот здесь под глазом, у меня тоже, не знаю, в связи с чем, просто лопнул сосуд, и осталось, и плюс это было еще и такое припухлое, иногда, когда я снимала собиралки, вот здесь особенно было видно, а вот здесь, ну, в основном после душа я выходила, когда такая распаренная, или когда резко менялась температура, то вот здесь образовывалось красное пятно, у меня был дерматит под глазом, он очень долго заживал, я боялась, что останется шрам, но вместо этого у меня появилась сосудистая сеточка, также небольшой сосудик лопнул здесь, это косметолог потом мне уже сказала, я обратила на это внимание, но мне это не мешало жить, и вот здесь была точка над глазом, я удаляла это все за один раз у косметолога специальным лазером, и, ну, не могу сказать, что это совсем не больно, потому что все-таки у меня были такие чувствительные места, потому что здесь было супер близко к глазу, в области носа неприятно, как будто кто-то стреляет тебя зажигалкой, но это не длится долго, и пережить можно, все это заняло там, не знаю, минут 10, наверное, от силы, и я испугалась, что останутся шрамы, так как, мне, конечно же, написали в инстаграме некоторые, что у меня вот было так, что, ну, я показала припухлость такую небольшую, мне сказали, что у меня остались такие шрамы навсегда, и, типа, так может быть, и сосудистой сеточки не будет, а зато теперь вот так вот, я, короче, испугалась, и я начала мазать это все гелем против шрамов от Дерма-Э, в прошлом году, когда мне накладывали шов, меня укусила собака, не наша, и вот здесь у меня тоже были сильные царапины от клыков, меня спасло, у меня вообще нет шрамов, после укуса, после того, как зашивали, я мазалась вот этим кремом, и все зажило, нет никаких последствий, и пока что прошло уже, наверное, месяца два, после удаления ничего не возвращалось, дай бог, чтобы так и было, но если у кого-то сильная сосудистая сеточка, говорят, что это не всегда срабатывает, это все, что я делала, боток давным-давно отпустил, еще весной, и слава тебе, господи, смотрю, не села ли батарейка, ничего больше не планирую, ничего больше не делала, в этом году у меня сильно страдает регулярность использования микротоков, это то, что работало у меня в Фарео Бэр, это очень хороший гаджет, он моментально снимает припухлость, подтягивает лицо, и вообще так, даже скулы более явно очерчены, меньше каких-то заломов на лбу, например, но в этом году как-то руки не доходят, и первые полгода, наверное, мне совсем было не до кремов, поверьте мне, как и многим, так что надеюсь, что я когда-то вернусь к этому, мне еще недавно подарили Дарсонваль, говорят, что очень хорошо можно поработать с лицом, вот, и еще у меня есть специальный прибор для РФ лифтинга, я начала им пользоваться, потом забросила, это уже не было настроения, так что о гаджетах, наверное, в следующий раз, когда я вернусь к их регулярному использованию, потому что одно дело там раз, чтобы привести свое лицо в порядок после ночи, а совсем другое, когда ты пользуешься этим регулярно, на этом все, девочки, я рассказала абсолютно все, что помнила, что знала, я надеюсь, что вам со мной было интересно, а на этом мы с вами прощаемся, но ненадолго, потому что я не смонтировала, я сняла очень классный влог, который мне предстоит смонтировать, мы с вами начинаем серию рождественских уютных, очень атмосферных влогов, так что возвращайтесь на канал, и мы с вами встречаемся скоро, пока-пока!